И еще об одной инициативе, практическая реализация которой стартовала сегодня. Как известно, в ходе госвизита главы нашего государства в Китай в мае прошлого года было подписано соглашение о выделении гранта под проект повышения качества обучения по информатике и иностранным языкам с 5 по 8 классы. В соответствии с ним данная работа должна охватить тысячу общеобразовательных учреждений по всей стране. Первым адресом стала одна из школ в Сергилийском районе Ташкента. В начальных классах у детей преобладает наглядно-образная память, говорят психологи. Чтобы максимально было эффективным занятие, все больше в учебный процесс внедряются современные технологии. Движение, звук, мультипликация, они надолго привлекают внимание детей, позволяют лучше освоить предмет. Инновационные подходы в образовательную систему внедряют сегодня все активнее. Одним из примеров школа номер 55 Сергилийского района. Проект организовали совместно с партнерами из Китайской народной республики. Развитие наших двусторонних отношений в сфере образования тоже для нас это очень важно. Я думаю, что благодаря стратегическому руководству, руководителям наших двух стран, мы можем еще дальше развивать наше сотрудничество в этой сфере. Хотел бы сказать, что увидели, как была оснащена класса, как здесь дети хорошо учатся. В рамках первой фазы проекта Китайской народной республикой было предоставлено почти 19 тысяч современных компьютеров, 1300 интерактивных досок и проекторов стоимостью 17 миллионов долларов. В настоящее время такой проект реализуется по всему Узбекистану, а еще действуют и другие направленные на укрепление материально-технической базы школ страны. Причем в стороне от этого процесса не остаются и отдаленные уголки республики.